МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфир информационная программа репортера студии Светлана Князева. Добрые ранницы! Сегодня с 10 до 11.30 минут начальник управления контролем Галин Господарки и Грошова кредитной сферы Комитета Державного контроля Гомельской области Виктор Руннов проведе горячую телефонную линию с жахарами региона. Кожны жадаючи, зможа звернуться по пытаниях выконания терминов будовництва жилья, якости и обґрунтованности кошту будовництва жилья для грамадян, які мают потребу у поляпшыни жильевых умов и інших. Звернуться можно по телефону Гомеле 23 83 91. У агрогородку Глушковича Лельчинского района пройшли святочные мероприемства из нагоды 40-го дня створения щебневого завода. Это градоутворальное предприемство района, якое займае важное место в системе Гомельского Аблдарбуда, заявляються сыровинной базой для дорожников в области. У тем, что предприемство экономично стабильное и динамично развивается, великая заслуга его супрацовников. Данина Паваги была отдадена им подчас святочного мероприемства, на яким присутничали керівники завода, ветераны предприемства, мясцовые улады. Уся бровская атмосфера усе разом вспомнили, с чего починалася история щебневого завода, як огольными намаганнями справлялися с тяжкостями, чего досягнули, и безумовно говорка ишла о планах и перспективах. Самые шире слова «подяки» прогучали у адрес людей, яких объединало предприемство. Щебневый завод може гонориться целыми працовными династиями. По часу рачистости отбылося ушановывание работников подячными листами и каштовными подарунками. Музичный подарунок прогучало у виконания заслуженных коллективу Республики Беларусь ансамбля народной музыки «Беседа». Хочу поблагодарить всех тех, кто работает сегодня на предприятии, кто, несмотря на какое-то, может быть, сложное время, которое было ранее, предприятие не оставил, вкладывает сюда свою душу, ведет сюда своих детей на работу, развивает этот завод, развивает данный населенный пункт. Хочу пожелать всем дальнейших творческих успехов, счастья, здоровья, благополучия. За первое поугодие на Гомельщине было утягнуто у господарший оборот больше за 11 тысяч гектаров земель, якие ранее не выкористовывались. Амаль-полова з'их была передадена умаемость сельхаспортприемством. Остатнюю вошли у состав Держлесфонда. Работа по протягнению господарший оборот земель, якие не выкористовываются, а життя является у региона постоянно. До прикладу лета все господарки в области отримали умаемость больше за 20 тысяч гектаров. Основная задача такой работы – комплексное наведение парадку на земле, повеличение поселных площадок и повышение культуры сельско-господаршего творжести. На даденном момент Гомельская область, первая сирот региона Украины, планует завершить инвентаризацию земель усих насильных пунктов. На основе отриманных выников будут вызначены шляхи утягнению господаршего оборот территории, якие были вызволены после взносов пустующего жилья. Центр социального обслугования насильства советского района города Гомеля организовал доброченную акцию «Збираем школьный портфель» термином до 20-го жилья. Ее мета – подтримать детей из малозабеспеченных и шмадетных семьев, а так само детей-сирот, якие уверенность не пойдут в первый класс. Принять удел у акции и оказать допомогу може кожный жадаючи. Телефон для доведок 22-45-47. У картины галереи Гауреила Вашенки открылась костюмированная выстава «Подороже червняка». Усе представленные на ее экспонаты привезены из музея восковых фигур Санкт-Петербурга. Выстава з'является настолько реалистичной, что дозволяя окунуться у свет дитячих фантазий, мар и цудов, навод дорослым. Наш корреспондент Вероника Ворошилина одна из первых убачила уникальную выставу. Музей восковых фигур Санкт-Петербурга нездарма славит за свою масштабную коллекцию уникальных выставочных объектов. Фигуры людей, казочных истот, библейских героев так по майстерску выконаны, что при отповедном осветлении их можно навыць принять за живых. Гэты экспонаты в большинстве своёй робятся во властной майстерне музея. Кожной коллекции властивая своя тематичная накераванность. До приклада презентованная у Гомеля выстава «Подороже червняка» будет особливо цикавая аматорам казок и фэнтези. Будет интересно не только самим детям, но и взрослым, потому что здесь герои сказок трёх поколений. Каждый для себя найдёт своего любимого героя. Тут, с оправдой, разместились и широковядомые казочные герои разных шоссе и народов света. От бабы Егии, Кошейни, Смяротного до Карлсона и Айболита. А так само со светновядомых персонажей сучасных фильмов эпопей «Гары Поттер», «Уладар Кольца», «Матрица». Треба отзначить, представленная у Гомеля выставочная коллекция о полном складе музеем экспонуется у першиню. В этом составе выставка работает в Гомеле впервые. Так что у вас есть уникальная возможность впервые в мире, можно даже сказать, смотреть эту интересную выставку. Мы вас приглашаем. Она будет работать до 23 августа. На выставе можно не только визуально ознайомиться с экспонатами, а и доведаться про их створение. Для того, чтобы в особище жить одну восковую фигуру, майстрам потребуется от 6 до 9 месяцев працы. Меж тем восковыми эти сучасные выставочные объекты называются довольно умовно. Целы фигуруются с пластмассы. Для головы и рук у сучастей выкористовывается силикон. Над створением одной фигуры, как правило, працуют прикладно 5 розных специалистов. Для оформления твара и экспоната выкористовываются соправданные человеческие зубные и вочные протезы. Самым карпатливым вытворшим процессом, что потребует майстра, особливая сконцентрованность, изъявляется праца с волосами. Волосами занимается, как правило, женщина, потому что очень кропотливая операция. Специальность называется постежор. Так вот, представьте такую картину. У нее в руке пинцет, фен, кстати говоря, простой, обыкновенный, пучок волос и иголочка. Она берет фен, подогревает небольшую часть головы, то он берет пинцетом, пучок волос, подносит, подогретый воск и иголочкой по волоску вдавливает. Очень долго. На заключенном этапе створении фигуры наносится актерский грым и опранается специально пошитый в майстерне музея сценичный костюм. Дарючий он служит и полной обороны экспоната. Бо подчас фотосессии с любимыми персонажами, якая дозволена наведывальником выставы, можно докранаться выключено до опранутых участков фигур. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадо и компания «Гомель». На пяску центрального пляжа пройшел черговый тур чемпионата «Гомеля» по пляжным волейболе. Не глядячи на низусим сприяльные надворья, жадающих поспоборничать, было немало. Куртки, спортивные костюмы, одень и не характерные для пляжного волейбола, однако матерам гэтага виду спорту такое надворье неполохе. Темболь, что и у попередней годы лето не зауседы радовало горачим надворьям. Головная кабу, песок, натягнутая сетка, мяч и добрая компания. На пятый тур чемпионата у города съехалися 12 команд. Организаторы отзначают, у солнечной дни у дельников бывает и больше. Однако сяродных, кому ветер и дождь не перешкода, только соправдные фанаты. На сегодняшний этап единственное, что подвела, конечно, погода. С утра пугал некоторых людей дождик, а вот приехали даже три команды, даже две с половиной, с города Бобруйска к нам сегодня поиграть. И в числе от тех приехавших из Бобруйска есть и чемпионы Республики Беларусь и даже призеры международных соревнований. Турнир проводится уже больше за 10 годов. Пронять уделу им может любой жадающий. С поборниц выносит статус аматорских, однако профессионалы так само не обделяют их своей увагой. Для них это упершую чергу хобби и отпочинок, а уже после своя особливая частка тренировочного процесса. На песку есть махчимость отпрацовать навыки, которые после спотребятся на паркете. По спробовавшей силы тут от чуши спортивный азарт некоторые удельники чемпионата у Гомеля подаются у профессионалы. Заявляются у нас поборниц вырангом высшей, республиканские и навод международные. Уровень конечно растет за счет того, что ребята начали активно принимать участие в чемпионате страны. Соответственно уровень команд в стране совсем другой. И за счет того, что участвуем растет свой уровень и соответственно чемпионат города тоже за счет этого прибавляет. Завершится чемпионат Гомеля по пляжным волейболе уже не вне. Командам засталось провести еще два туры. Максим Савин, Алиса Рудзянкова, Ялгин Макеенко, телерадиокомпания Гомель. В ближайшие дни гараж и солнечные надворья для Гомельшины будет не характерным. Первая половина тыдня обещает быть достаточно дождливой. Подаденных супрацовников областного гидрометацентра сегодня и завтра в регионе будет в облачность с прояснениями. У нашей местами у день на большей часы территории короткочасовые дожжи. В особных районах на вольнице. У ночные и ранешние годины махшимы слабый туман. Ветер заходний 3,8 метров за секунду. При на вольницах порывы до 14 метров за секунду. У гэтые дни температурный фон на Гомельшине будет варьироваться у ночи от плюс 9 до плюс 14 градусов, у день от плюс 18 до плюс 23. Другая половина тыдня по попередних прогнозах синоптиков чакается относно сухой и теплый. Пачинаючи с пятницы 17 липеня на Гомельшине будет переважно без опадков, а так само шакается поступовое повеличение температурного режима. У пятницу у ночи слупок термометра максимально уздымится до плюс 13 градусов, у день до плюс 25 градусов. На выходных у регионе термометры покажутся у ночи плюс 14 плюс 19 у день до плюс 30 плюс 33. На гэтым наш ранешний выпуск завершенный. У студой працавала Светлана Князева. Доброго усім дня и до встречи у эфиры.